Победитель турнира четырёх континентов в прошлом сезоне. Выиграл он этот престижный турнир. Это его самое большое достижение в карьере. Но в любом случае к выступлениям японских фигуристов особое внимание, потому что именно они сейчас доминируют в мужском одиночном катании. Кармен. Кстати, об этом свидетельствует и победа японца Тацуки Мачидо. На первом этапе в США. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошее начало. Четверной тулуп, тройной аксель. Всё успешно. Эти элементы исполнены. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 На данный момент чуть выше оценка за технические элементы у японца, чем у Меньшова. Но что тут можно сказать? Во-первых, у него был запланирован в самом начале программы каскад четверной и тройной тулупы, но он выполнил только четверной прыжок. С ошибкой его выполнил, и там каскад не получился. Ему пришлось исполнять каскад к тройному луцу. Присоединил тройной тулуп, но вот был ли это тройной прыжок, я имею в виду второй прыжок тулуп, тут большой вопрос. Но во всяком случае каскад был исполнен с ошибкой серьезной. И мы видим, что уменьшается эта сумма уже, результат меньше, чем у Меньшова. И я думаю, что тут, если так будет продолжаться, то все-таки он проиграет Константину. Напомню, что у Константина 81,7 балла. У японца будет результат близкий к этому. Но вот оценки за компоненты у японцев все-таки повыше. Где-то от 7,5 до 7,9. Но если и будет уступать Константин японцу, то совсем немного. Ну вот с ошибкой исполненный на приземлении четверной тулуп. Еще раз нам показали этот четверной прыжок. Но здесь тоже на выезде ошибка была в каскаде тройной влук, тройной тулуп. Да, вторая оценка у японца повыше. И вот за счет именно второй оценки он сейчас может стать первым. Да. Но Меньшов проигрывает японцу меньше одного балла. Совсем немного. Да, вот за счет второй оценки. Вторая оценка на балл и три десятых выше у японского фигуриста. Ну и Хавьер Фернандо.